Современный лифт, конструкция надёжная, а процесс его производства высокотехнологичен. Для одного лифта необходимо изготовить множество деталей. В этом литейном цеху плавят металл. Загрузка печи – 10 тонн. Жидкий металл разливают по формам, остывшие и обработанные заготовки пойдут в производство. Также понадобятся и детали из медного сплава. Их производят здесь. Часть комплектующих – листовой, рулонный, профильный, металлопрокат и другие материалы поступают на завод с других предприятий. С этого склада всё попадает в производственные цеха. На этой автоматической линии рулоны металла нарезают на листы, карточки или штрипсы – матки узкой ширины для дальнейшей обработки. По технологии рольформинга из штрипса изготавливаются стойки портала дверей шахты, устанавливаемые на каждом этаже. Рядом на специализированной линии производят створки дверей шахты. Пробивка отверстий гибко и даже сварка происходят в автоматическом режиме. На данном комплексе изготавливаются каркасы потолков и полов кабин для разных моделей и модификаций лифтов. Контурная пробивка резко и гибко производятся автоматически. На установке лазерной резки, согласно компьютерной программе, проводится обработка листов длиной до 6 метров и толщиной до 20 миллиметров. Полученное качество деталей не требует дополнительной механической обработки. Балка дверей шахты изготавливается на роботизированном участке. Сотрудник предприятия Могилёв Лифтмаш устанавливает детали, а робот по программе осуществляет сварку. На данной линии происходит изготовление модулей кабины. Часть деталей для лифта получают с помощью штамповочно-прессовочного оборудования. Чтобы увеличить износостойкость и срок эксплуатации металлических частей лифта, на них наносят защитно-декоративное покрытие. Цинкование, фосфатирование и хромирование наносятся на детали площадью до 400 квадратных метров в сутки. Остальные детали покрываются порошковой краской. Длина трех линий порошковых покрытий, работающих на предприятии, составляет более 1000 метров. Чтобы состав застыл и поверхность приобрела глянец, детали проходят через печь. Вся необходимая информация, а также цифры на панели управления лифта наносятся при помощи гравировки на этой машине. На этих станках, согласно заданной программе, изделия подвергаются фрезерной и токарной обработке. Тут собирают узлы безопасности, ловители. Здесь производится обработка корпуса лебедки. На соседнем оборудовании обрабатываются червяк и вал. Все детали проходят тестирование в лабораториях. На этой установке производят контроль параметров червячной передачи. Здесь выполняют проверку обработанного корпуса редуктора. Для увеличения твердости поверхности металла детали обрабатывают по технологии ионно-плазменного модифицирования на современном оборудовании. Сборка редукторов и лебедок с последующей покраской происходит на участке, обеспеченном рядом испытательных стендов для проведения проверочных и настроечных работ. Проводится испытание подшипников перед установкой в редуктор и контроль уровня шума работающей лебедки лифта. Таким образом, к потребителю уходит лебедка, обкатанная и проверенная на испытательных стендах. На этом участке сборки проводится настройка и опломбирование еще одного важного узла, обеспечивающего безопасность работы оборудования – ограничителя скорости. На участке сборки приводов собирается механизм, с помощью которого будут открываться двери. Двери лифта устанавливаются на каждом этаже, а собираются в этом цеху. После сборки двери вывешивают на стенд, регулируют и настраивают квалифицированные специалисты. Когда все детали лифта готовы, их упаковывают с сопроводительной документацией. Устанавливать этот лифт будут уже на месте. Также возможна поставка собранной кабины лифта. Для обеспечения производственных потребностей в спецоснастке и специнструменте на предприятии функционирует инструментальное производство. Каждая новая модель лифта, прежде чем попасть в производство, проходит тщательные и всесторонние испытания. Ежемесячно на предприятии Могилев Лифтмаш производят около тысячи лифтов.